Родился Николай Федорович в самом центре Москвы, на Арбате. Когда началась война, его отец и сестра ушли на фронт, а в декабре 42-го 14-летний Коля вместе со своим другом добровольцами отправились на войну. Было холодно, вот мы полные сутки искали полк, вот нашли, сестру я нашел. Хорошо, что командир части полков, то есть капитан Юльчевский, как сейчас помню, капитан Юльчевский, взял нас, ну вот будет сыном полка. И хотя Николай Федорович не принимал участия в боях, в своем полку он был незаменим. Ответственно выполнял приказы командира, ходил на разведку в ближайшие деревни. Победу в мае 45-го он встретил под Кёнигсбергом. Сразу после войны, в 18 лет, юношу направили в танковое училище, которое он закончил с отличием. Но в 1952 году Николай Петров решил уйти с военной службы, а в скором времени встретил свою будущую супругу Надежду. Девушка работала детским врачом в противотуберкулезном диспансере в Дубках. Николай переехал поближе к любимой. В поселке Вниисок он живет и по сей день. Не разбрасываясь в пустую, чтобы так приносить пользу. И себя люблю. Я никогда ни с кем не ругался. Никогда, никогда. В браке с Надеждой у них родились сын и дочь. А сейчас ветераны регулярно навещают уже правнуки. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.